Приветствую всех любителей английского футбола. Результаты стартового тура нового сезона оказались вполне ожидаемыми, хотя и не обошлось без сенсаций. В первую очередь это потеря очков Ливерпулем на Кровин Коттедж. Если глянуться назад, то для команды Клопа свойственны результативные матчи с новичками АПЛ. В прошлом сезоне в шестом туре было 3-3 на выезде с Брэндфордом, а в позапрошлом трудовая домашняя виктория над лицом в родных стенах. Это хороший знак для дачников. Новички, игравшие результативно с Ливерпулем, в итоге оставались в элите английского футбола. А если серьезно, Фулхэм, постоянно лифтующий между АПЛ и чемпионшипом, наверное уже созрел для того, чтобы задержаться в высшем свете. Это можно сказать как о всей команде, так и отдельно о Митровиче, который, пожалуй, дорос до уровня АПЛ. Если Фулхэм все же не удержится на плаву, то серба привлечет кто-нибудь из крепких середняков, а возможно даже топ-клуб. Александр находится в расцвете сил, в отличие от того же Пуки из Норвича, который вряд ли уже поднимется выше уровня канареек. Вторая сенсация – это домашнее поражение Эмью от Брайтона, хотя, учитывая политику красных в целом и на трансферном рынке в частности, такой исход не выглядит из ряда вон выходящим. Нынешний Эмью по своему потенциалу едва находится выше чаек, у которых есть постоянный тренер, прогрессирующий от сезона к сезону, а вместе с ним сыгранная и боеспособная команда. С победы стартовал Арсенал, активно начавший выездную встречу с Кристал Пелос. Однако к канонирам будет еще немало вопросов, ведь даже на фоне Орлов команда Артеты эпизодами выглядела неуверенно, и хозяева Селхерт Пар вполне могли отыграться, если бы ненадежная игра в воротах Реймсдова. Посмотрим, как Арсенал будет выглядеть в играх с более сильными командами. Пелос Шейн, несмотря на поражение, произвел хорошее впечатление, даже в отсутствии феерившего в прошлом сезоне Галлейхера. По-прежнему стабилен Заа, впереди активен Эдуар, защита не допускает грубых ошибок, а пропущенные голы стали результатом активных действий соперника. Челси вымучил минимальную победу на Гудисон Парк. Имея территориальное игровое преимущество, столичная команда лишь раз просила у ворота соперника, да и то с пенальти. Хотя стоит отметить, что Жоржиниу преуспел в этих стандартных положениях. Оборона Синих также не выглядела надежно, что приводило к опасным моментам у ворот Минзи, который несколько раз вручал свою команду. Перспективы Ирисек очень туманны, особенно в отсутствии забивных форвардов, таких как Ришарлисон, ушедший в Тоттенхэм, и Калверт Льюин, залечивающий травму колена. Возможно, что-то изменится с возвращением Соломона Рандона, получившего дисквалификацию еще в прошлом сезоне. Однако Винсуэлит в свои 32 совсем не выглядит спасителем достаточно молодой команды Лэмпорда. Тоттенхэм ожидаемо убедительно обыграл Солтгемптон, хотя и пропустил первым, что также было прогнозируемо. В целом, шпоры сполна продемонстрировали свой потенциал и амбиции, и на данный момент вполне могут рассматриваться как прецеденты на высокие места, тем более, что Конте других целей перед собой не ставит. Солтгемптон же, никем особо не усилившийся в межсезонье, пока не впечатляет, и вполне может оказаться, что будет бороться за выживание. Тем более, что в прошлом сезоне Светей из-за ужасного финиша остановились всего в 5 очках от Бернли. Сити на классе в гостях переиграл Вестхэм благодаря двум голам Холланда. При этом створ горожане ударили всего два раза. Такие ситуации случались с командой Гвардиолы и в прошлом сезоне, когда при колоссальном преимуществе во владении Сити бил ворота редко, но метко, что обеспечивало успех в отдельно взятой игре. Чаще всего так получалось из-за закрытой игры соперника, оборону которого приходилось взламывать пошагово. Интересно, как в дальнейшем приспособиться к дальней манере игры Холланд, привыкшей играть на высоких скоростях и открытом пространстве. Лестер, активно проведя первый тайм против Брэндфорда и закрепив успех самым удивительным второго, не удержал преимущества до финального свистка. Хотя конкретно в этой ситуации стоит больше обратить внимание на волевой характер пчел, которые и в прошлом сезоне были в тройке команд, набиравших очки, уступая в счете по ходу встречи. Поэтому и в нынешнем сезоне от команды Томаса Фрэнка стоит ожидать максимальной борьбы в каждой встрече, особенно с приближением финального свистка. В остальных матчах тура хозяева одержали вполне уверенной виктории. Ньюкасл, имевший заметный игровой перевес матча с Нотингемом, сумел воплотить его в голы только после перерыва. Борн, забив очень быстрый гол, в конце встречи закрепил успех, одержав победу над неслабой остановилой. Ну а Лидс повторил прошлогодний, пусть и не такой яркий, но камбэк в матче с Уверхемптоном, одержав волевую победу. Любите и смотрите английский футбол. До новых встреч!